Здравствуйте, всем разберем тестовые задания НИХОНГУ НО РЮКУСЬКЕ Н4. Для начала лексика. Это все пролистываем. Структуру экзамена, если вы не знаете, можете посмотреть отдельно, а мы сразу начинаем с заданий на лексику, с лексикой и иероглификой. Примеры, все это во время самого экзамена уже пролистывайте, и задания тоже. Здесь понятно, что нужно сделать, да, написаны слова иероглифами, вам нужно выбрать их чтение хироганой. И если для вас все очевидно, то, как я уже говорила в разборе Н5, здесь все то же самое актуально. Не читаем, не переводим. Иероглиф камень, ИСИ, сразу выбираем один. То есть во время подготовки, конечно, лучше все это смотреть, а также смотреть вот эти слова, да, ИСИ камень, СУНА, песок, КУСА, трава, ЭДА, ветка. То есть, конечно, все слова разбираем, знаете ли вы эти слова, знаете ли вы их иероглифы. Но это только на время подготовки, во время самого экзамена. В этом задании мы можем много времени сэкономить, то есть сразу ИСИ, КЭЙ КЭН, опыт. ТЭН ИН, не путаем, да, ТЭН ИН, продавец, ТЭН ИН. СЁКУДОУ, проверяем долготу, проверяем размеры ёшек, юшек. СЁКУДОУ, столовая, сразу выбираем столовую. Ничего не читаем и не переводим, если только нет сомнений. Вот, например, здесь у вас возникло сомнение, допустим, решили прочитать целиком. Иероглиф, допустим, вообще незнакомый или, ну, что-то очень смутное, явно с водичкой, да. КОНО МАДО КАРА МИНАТО ГАМИЕМАС. Из этого окна видно. Что видно? А, ну, Минато, я уже прочитала, порт, да. Но если бы вы не знали, что Минато, да, УМИ, море. Ну, иероглиф УМИ, если вы его знаете, еще из Н5, странно, не такой. МИЗУМИ. МИЗУМИ – это озеро. И у него есть свой иероглиф. ИКЕ – пруд. Тоже иероглиф. Если вам знаком, то просто методом исключения убираем, оставляем Минато. То есть, если вы не уверены, то, конечно, смотрим все варианты, смотрим перевод. Хотя из окна может быть видно и озеро, и пруд, и море, поэтому здесь не получится. Далее. КОНО СЁУ СЭЦУ ВАУМО СИРОКАТТА ДЕС. СЁУ СЭЦУ. Роман, новелла. И здесь, видите, важна долгота. СЁУ СЭЦУ. Роман был интересный. Третье. СЁУ СЭЦУ. Далее. Дневник. НИККИ. МАЙБАН НИККИО КАЙТЕЙМАС. Ежедневные записи. НИККИ. Ну, если вы, допустим, второй иероглиф не знаете или не знаете слова, здесь у нас везде НИ или НИЧИ. НИ или НИЧИ. Ну вот, КИЙ. Есть у нас разве какой-нибудь иероглиф, чтобы китайское чтение у него было КИИ? Уже что-то странное. То есть, либо НИККИ, либо НИЧИКИ. Ну, НИККИ более логично выглядит, даже если вы не знаете слова. ЮГАТА. Где у нас ЮГАТА? Вот она. ЮГАТА. Вечером. И осталось АКИ. Если вы знаете времена года, то в АКИ вы не ошибётесь. У неё огонь. Так. Дальше. Наоборот. Следующее задание. Да, примеры во время экзамена. Всё это пропускаем. Этот формат уже должен быть вам знаком. Особенно, если вы сдавали Н5. Выбираем иероглиф для слова. АУИ. АУИ. Если знаете иероглифы цвета, первый для нас очевиден. И не надо читать, что там Сузуки-сан надел. И так далее. АУИ. БАСЁ. БАСЁ. Место. Здесь видите чисто визуальный аспект. Какой иероглиф наиболее привычен глазу. Потому что такой иероглиф тоже существует. Но пока мы его не знаем. Здесь поменяли элементы местами. Правильный ответ 4. БАСЁ. Если не уверены. Ну, вдруг точно не уверены. То доверяйте глазу. Что более привычно. Что явно глаз уже когда-то видел. Здесь тогда доверьтесь интуиции. Двенадцать. АРУИТЕ. То есть пешком. АРУКУ идти пешком. АРУИТЕ. Иероглиф номер 3. В четвертом не хватает палочки. Во втором это ХАЩИРУ бежать. ХАЩИРИМАС. И здесь тоже другой элемент снизу. Поэтому третье АРУИТЕ пешком. БЭНРИ. Удобный. Четыре. Тоже видите, похожие друг на друга иероглифы. Не спутайте. Смотрим ключи. Все проверяем. БЭНРИНА. БЭНРИ. Это удобный. Номер четыре. НЕМУКАТТА. Сонный был. НЕМУЙ. ТОТЕМУ НЕМУКАТТА. НОДЕ. Поскольку очень хотел спать. Поскольку был сонный. У иероглифа НЕМУРУ. Спать у него ключ глаз. А не день. Не солнышко. Ключ глаз. Поэтому у нас остается три или четыре. НЕМУЙ прилагательные. И с чего бы у него МУ вылезало? Совершенно нет. Поэтому четвертое НЕМУКАТТА. Далее ЮКИ. СНЕГ. И нам предлагают четыре иероглифа с ключом ДОЖДЬ. А из них ЮКИ. Вот этот. Электричество. Гром. И облако. ЮКИ. СНЕГ. Номер один. Следующее задание. Номер три. Нам нужно вставить... Это именно на лексику. Уже не на иероглиф. Вы видите, специально все написали хироганой. Чтобы уж наверняка проверить наше знание слов. Значит, во время подготовки смотрите все-все-все варианты, что вы знаете их все. Потому что на экзамене вам может достаться правильный ответ. Там не вот этот, а вот этот. И то есть вы должны знать переводы всех слов. КЕСА СЕНТАКУ СИТА ФУКУ ГА МАДА ЧТО ТАМ ИМАСЕН. Здесь без перевода не обойтись. Одежда, которую постирал сегодня утром, еще не... Ну, раз я его постирал, наверное, она еще не высохла. КАВАЙТЕ. Помните выражение «хотеть пить, испытывать жажду?» НОДО ГА КАВАКУ. Хотеть кушать – это УНАКА ГА СУКУ. Живот опустел, а пересохло горло хочется пить НОДО ГА КАВАКУ. НОДО ГА КАВАЙТЕИМАСУ. Вот КАВАКУ – это, соответственно, сохнуть. Поэтому оно здесь нам подходит. Что тут еще было? ХИЕРУ – охлаждаться. НАУРУ – исправляться или выздоравливать. НУРЕРУ – промокать. Соответственно, нам нужно КАВАКУ. В худшем случае, если не все слова знаете, то методом исключения. СУМИ СУСАВА ИТСУМО – что-то там БЕНКЁО СИТЕИМАСУ. Из этих слов подходит НЕ СИННИ – с энтузиазмом. Еще здесь могло бы быть слово МАДЖИМЕНИ – серьезно. Но вместе они бы не могли здесь стоять, потому что они здесь взаимозаменяемы. Что еще есть? ДАЙЧИНИ – как это сказать? ДАЙЧИНИ СУРУ – это очень ценить. БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬ, ЦЕНИТЬ. Здесь не подходит. ДАЙЧИНИ – важный. ТАЙСЕЦУНИ – то же самое примерно, что ТАЙЧИНИ. Поэтому, если вы видите их вместе, значит, они неправильные. Потому что они тоже достаточно взаимозаменяемые. ИМАСУГУНИ – это пешком. А ПЕШКОМ ИТИ ИМАСУГУНИ И КТО – там ХАНАЯ ГААРИМАС. Помните про направление? Поэтому НЕШИННИ – там иероглифы горячий и сердца. То есть с горячим сердцем, с энтузиазмом занимается. Восемнадцать. ВАТАСИВА НИХОННО МАНГА НИ ШТОТА ГААРИМАС. У меня к японской манге что? КЁОМИ – интерес. Почему здесь слово ШУМИ не подходит ХОББИ? Нельзя сказать МАНГА НИ СЮМИ ГА АРИМАС. Можно сказать ВАТАСИВА СЮМИ ГА МАНГА ДЕС. Или что-нибудь такое. То есть ШУМИ – это ХОББИ. Не может быть у меня ХОББИ к чему-то. А вот интерес КЁОМИ может быть. НАНИ НАНИ НИ КЁОМИ ГА АРИМАС. Или НАНИ НАНИ НИ КЁОМИ О МОТЭИМАС. КИБУН – настроение КОКУРО – сердце. Не подходит. ВАТАСИВА ТЕННИСУ НО РУРУ ВО ЙОКУ СИРИМАСЕН. Хорошо, как следует. Не знаю. Правила тенниса. РУРУ – правила. Что у нас есть еще? АйДИЯ. Идея не подходит. АННАЙ. Как экскурсия. Показать кому-то что-то. АННАЙ СУРУ. Провести экскурсию. Ни при чем здесь вообще. И СЭТСУМЕ – объяснение. Можно не понять объяснение. Там СЭСЕЙ НО СЭТСУМЕЙ У ЙОКУ ВАКАРИМАСЕН ДЕШИТА. Вот. Поэтому ТЕННИСУ НО СЭТСУМЕЙ. Ну, здесь нам не подходит. Поэтому РУРУ. РЮКО НО НИ МОТСУ ВА МО ЙОЙ ДЭКИМАШИТАКА. Здесь могла быть ДжУМБИ – подготовка. Или вот ЙОУИ – тоже, в принципе, подготовка. ЙОУИ. Уже подготовил, но собрал багаж в путешествие. ЙОУИ ДЭКИМАШИТАКА. ДЕКИРУ или СУРУ или ШТЕОКИМАШИТА могло быть. ЙОУИ ШТЕОКИМАШИТАКА. Вот. Я КУСОКУ ДОГОВОРЕННОСТЬ ОБЕЩАНИЯ. РЮО – использование. СЭВА – услуга. Все не подходит. Если знаем слова, все легко. СОУДАН – консультация. Ну, как обсудили, в общем, мы с братом, с младшим. И выбрали подарок, который подарим маме на день рождения. СОУДАН СУРУ. Вот. Причем с этим СОУДАН аккуратно. СОУДАН СУРУ – это мы посоветовались. А если было бы СОУДАН ОУКЕРУ – это с нами бы посоветовались. То есть, например, младший брат посоветовался со мной. А это он будет СОУДАН ОУКЕМАШИТАМ. Вот. Хотя… Ну ладно, мы это еще встретим. Итак, СОУДАН СЕЙ – согласие. АИСАЦУ – это всевозможные приветствия и обиходные фразы из серии «Здрасте, до свидания, извините». СОУДАН – консультация. ХЕНДЗИ – ответ. В конце письма мы можем написать «ХЕНДЗИ У МАТЭИМАС». Или «У ХЕНДЗИ» – вашего ответа. То есть, это ответ письменный. Поэтому здесь у нас СОУДА. Посоветовались. Из того, что есть «ХАКОНДЕ КУДАСАЙ». Могло быть «УЙТЕ» поставьте. «ХАКОНДЕ ОТТАЩИТЕ», «ХАКОБУ ТАЩИТЕ». «ЦТАЕРУ» – передавать, но не руками, а словами. «НЕМОТСУ», «БАГАЖ» не можем. «ЦТАЕРУ», да. «ХИРУ» – подбирать. С пола что-то взять, кошелек подобрал. Не подходит. Ну, КАЕРУ – направляться. «КУНО КИКАИ ВАТСКАИКАТАУ МАЧИГАЕРУ ТО ТО ТЕМО ДЕС». Значит, «КИКАИ» – механизм. Если этот механизм неправильно использовать. «СКАИКАТАУ МАЧИГАЕРУ». То есть, ошибиться в способе использования. То будет, что будет. Наверное, ничего хорошего не будет. «Очень КИКЕН» – опасно. «КИКЕН ДЕС». «КИКЕН» – то же самое, что «КИКЕН НА». Вообще, «На» – прилагательное. «КАКО БУНАЙ». То есть, если вы видите уже какой-то негативный смысл, ошибетесь, то опасно будет. «КИКО» – достаточно. Или «Хорошо». «ДЦИЮ» – свободно. «АНЗЕН» – безопасно. Ну, явно нет. «КИКЕН». «ИРИГУТИ НО МАЯ НИВА КУРУ МАО». «ТО МЭЙ НАЙДЕ КУДАСАЙ». «Не останавливайте». «ЯМЭЙРУ» – прекращать. «ЩИМЭЙРУ» – закрывать. «КИМЭЙРУ» – решать. Если знаем все глаголы, то ответ очевиден. Следующее задание – выбрать «ОНАЗИИМИНО БУМ». «Предложение с одинаковым смыслом», то есть, как предложение-синоним. «ДЕНСЯ НО НАКО ДЕ САВАГА НАЙДЕ КУДАСАЙ». Опять наше знание глаголов проверяется. «САВАГУ» – суетиться, наводить шум. Значит, в электричке не шумите. «ДЕНСЯ НО НАКО ДЕ МОНУ ТАБЕ НАЙДЕ». «Про еду ничего не было». «УРУСАКО СИ НАЙДЕ». «Не будьте шумными, не шумите». Второй вариант подходит. «ТАБАКО СУВА НАЙДЕ». «Это относится к правилам поведения в электричке, но это не относится к синониму нашего примера. А нам надо одинаковое значение, поэтому про табак ничего не было сказано. «КИТА НАКО СИ НАЙДЕ». «Не грязнить, не мусырить» не подходит. Так, ну это был, кстати, пример, извините. Ну ладно, разобрали, как делать пример на экзамене. Не надо разбирать примеры. «Двадцать пять». «БАСУГА СЮППАЦУ СЮМАЩТА». «СЮППАЦУ» – это отправление. У него первый иероглиф. «ЩЮЦУ ДЕ РЮДАСУ». То есть выезжать. Если мы знаем «ЩЮПАЦУ», то сразу выбираем «ДЕ МАЩТА». Потому что иероглиф нам подсказывает, поэтому его здесь и не написали. «БАСУГА ТОМА РИ МАЩТА» «Остановился, ЦКИ МАЩТА прибыл». Это наоборот. Это было бы «ТОУ ТЯ КУСИ МАЩТА» «ПРИБЫЛ». «ДЕ МАЩТА» нам подходит. «ЩЮПАЦУ» отбыл, отъехал. «МАГА РИ МАЩТА» – повернул. «МОТО ТЕЙНЕЙНИ КАЙТЕ КУДАСАЙ». «ТЕЙНЕЙНА» – это вообще «вежливый». Но часто говорят «ТЕЙНЕЙНИ КАКУ», как, ну не знаю, вежливо обращайтесь с письмом, с написанием. То есть пишите аккуратно и красиво. «ТЕЙНЕЙНИ» может такое действительно встретиться. И понятно, что это «КИРЕЙНИ» красиво. «ОКИКУ» – пишите побольше буквы. «ФУТОКУ» – пожирнее. «КАНТАННИ» – попроще. Соответственно, нет. «КИРЕЙНИ» – это «вежливый». Вот, «вежливый» – японский язык, например. «ТЕЙНЕЙНА НИХОНГУ». «ТЕЙНЕЙНИ КАКУ». Вежливо, ну в смысле красиво, аккуратно писать. «АНИВА ЭГА УМАЙ ДЭС». «Брат рисует хорошо». «УМАЙ» – это «умелый». И самое замечательное, что пишется он так же, как ДЁОДЗУ. Вот, то есть там те же самые иероглифы «верх», «рука» и потом будет еще «И» на конце. Поэтому выбираем ДЁОДЗУ. Еще говорят «УМАЙ» вместо «ОИСИИ», когда вкусно. Ну, имеется в виду, что профессионально приготовлено, хорошо приготовлено, оттого и вкусно. Поэтому «УМАЙ» – это «умелый». И поэтому ДЁОДЗУ. «КИРАЙ» – не люблю, «ХЭТА» – неумелый, «СКИ» – люблю. Ну, здесь достаточно просто. То есть, если даже не уверены в «УМАЙ», то методом исключения. Хотя «УМАЙ» как «СКИ» кто-то может перевести. В общем, «УМАЙ» – это «ДЁОДЗУ» и пишется теми же иероглифами. «КИНОВА НЕБОУ СИМАШИТА». «НЕБОУ» – СУРУ или АСА НЕБОУ – это «Проспать». «НЕ» – иероглиф как «НЕРУ», как «Спать». Соответственно, если «Я вчера проспал». «НЕРУ НОГА УСОКУ НАТЕ СИМАЙМАШИТА» – поздно лёг спать. «НИТО». «ХАЯКУ НАТЕ СИМАЙМАШИТА» – рано уснул. «НИТО». «ОКИРУ НОГА УСОКУ НАТЕ СИМАЙМАШИТА» – проснулся поздно. Да, поэтому третье. «КИНОВА ХАЯКУ ОКИТЕ СИМАЙМАШИТА» – рано встал. «НЕ». «ТАНАКУ САМ ВА СЕНСЕЙ НИ ХОМЕРАРЕМАШИТА» – страдательный залог. «ХОМЕРУ» – это «похвалить». Можно запомнить, как хвалим хомяка. «ХОМЯК» – «ХОМЕРУ». «ХОМЕРУ». «ХОМЕРАРЕМАШИТА» – быть похваленным. «ТАНАКУ» был похвален СЕНСЕМ. Или СЕНСЕЙ похвалил ТАНАКУ. Значит, здесь всё одинаково, поэтому читаем, что именно сказал СЕНСЕЙ. «КИОТСКАЕТЕ НЕ». Это он его предостерёг. «Береги себя, осторожно». «ТОТЕМО ЙОКАТТА ДЭСЬЁ». «Очень было хорошо. Очень хорошо справился. Раз похвалил, да, второй наш вариант. «ЧОТО Я СУМИМАСЬЁ». «Давай передохнём». «ТАХЕН ДЭСНЕ». Это он ему посочувствовал, даже не наругал, а посочувствовал, что-то плохо болел или что-то. Поэтому нам подходит «ТОТЕМО ЙОКАТТА». Если бы он его наругал, значит, «ХОМЕРУ» – хвалить. «ШИКАРУ» – ругать. «Было бы СЕНСЕЙ НИ ШИКАРА РЭТА». «Это он бы его поругал за что-то». Далее. «Задание, в котором он дай го, в котором нужно…» «Тоже разберём пример, что уж тут…» «Мы же ещё не на экзамене». «Где конкретное слово употреблено правильно?» «СТЕРУ» – выбрасывать. «ХЕЙ АУТ ЗЕМБУ СТЕТЕ КУДАСАЙ». «КОМНАТУ ЦЕЛИКОМ ВЫБРОСТИ». Ерунда получается, не подходит. Но когда вы готовитесь, а не сдаёте экзамен, самый классный способ в этих заданиях думать, а какое здесь должно быть слово? Какое здесь имелось в виду слово? Потому что потом в экзамене примерно что-то из этого вам и встретится. Не обязательно же «СТЕРУ» будет. Вот, соответственно, здесь должно быть «СОУЗИ ШИТЕ КУДАСАЙ». Например, «ХИДОЙ КОТО СУРУНОВА СТЕТЕ КУДАСАЙ». «Прекратите делать ужасные вещи». Соответственно, что здесь должно быть? «ЯМЕРУ» – СУРУНОВА ЯМЕТЕ КУДАСАЙ. «КОКО НИ ИРА НАЙ МОНО ВО СТЕТЕ КУДАСАЙ». То, что здесь не нужно, да, «ИРИМАСЕН» – не требуется. «Выбросьте», да, подходит. «ИГАКО НО ХОН ВО КАБАН НИ СТЕТЕ КУДАСАЙ». «ШКОЛЬНЫЕ КНИГИ В ПОРТФЕЛЬ НИ ВЫБРОСТЬ, А ПОЛОЖИТЕ». «ДОЛЖНО БЫТЬ И РЕЙТЕ КУДАСАЙ». Далее «РУСУ» – специально без иероглифов, чтобы нам было интереснее, что за «РУСУ» такое. «РУСУ ОТСУТСТВИЕ», «РУСУ СУРУ» – отсутствовать. «Автоответчик» «РУСУБАН ДЭНВА». «РУСУБАН» – следить за чем-то в ваше отсутствие. «РУСУБАН ДЭНВА» – это телефон, который следит, ну, храняет в дом ваше отсутствие. Значит, «РУСУ» – отсутствие. Что у нас тут есть? «САЙКИН ИСОГА СИКУТЕ ШИГОТОГА РУСУ НИ НАРИМАСЕН». «Не подходит». «НИ НАРИМАСЕН»? «ХИМА НИ НАРИМАСЕН», что ли? Что здесь должно быть? Скажите мне в комментариях, какое слово здесь подходит. «АНО ДЕ ПАТУ ВА КЁУ ВА РУСУ ДЕС». «Здесь должно быть ЯСУМИ». «Сегодня выходной». «Нельзя сказать, что магазин сегодня отсутствует в том плане, что нету персонала». «Не-не-не, это все притянуто». «Здесь должен быть выходной». «КОНО ХИ КООКИ НИ ВА РУСУ НО СЕКИ ГА АРИМАСЕН». «В этом самолете нету свободных мест». «Свободные места не подходят». «ТОМО ДА ЧИ НУ Е НИ ИТТА РУСУ ДЕСЬТА». «Пошел домой к другу, а его не было дома». «Четвертая нам подходит». «СИНСЕЦЮ» – это на прилагательное. «СИНСЕЦЮ» – на вежливый. «КОНО РЮ РИ ВА КАРАДА НИ ТОТЕМО СИНСЕЦЮ ДЕСЬЮ». «Эта еда очень полезна для здоровья, должно быть ИИ». «КОМБИ НИ ВА НАНДЕМО КАЕРУ НО ДЕ ТОТЕМО». «Какое здесь должно быть слово?» «БЕНРИ», конечно, удобный. «ВА ТОТЕМО СИНСЕЦЮ ДЕСЬЮ». «В этой больнице врачи очень вежливые». «Третий вариант подходит». «ВА ТАШИ НО ХАГА ВА НИ ВА НАНИ ТОТЕМО СИНСЕЦЮ ДЕСЬ». «ТОТЕМО СКИ ДЕСЬ» – должно быть. «Или очень она там за ними как-то ухаживает, но НИ СИНСЕЦЮ, невежлива она с ними». «НИ ГАЙ» – это горький. «КАЗЕ О ХИТА НО ДЕ КОЭ ГА НИ ГАЙ ДЕСЬ». «Нет, голос у него какой-то, да, ну там низкий, например, может быть. «ХИКУЙ». «КУРАЙ МИЧЮ О ХИТОРИ ДЕ АРУКУНО ВА НИ ГАЙ ДЕСЬ». «АБУ НАЙ» или «КОАЙ» – должно быть. «НИ МОТСУ ГА ОМО КАТТА НО ДЕ УДЕ ГА НИ ГАЙ ДЕСЬ». «Здесь ИТАЙ» – болит у меня рука, потому что тяжёлый был багаж. «Соответственно, КОНО КУСУРИ ВА ТОТЕМО НИ ГАЙ ДЕСЬ». «Очень горькое лекарство». «Подходит». «ВАРУ». «И это не ВАРУЙ», «Неплохой», «да, это ВАРИМАСУ». «ВАРУ». «РАЗБИВАТЬ». 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 «У САРАУ ТОСТЕ ВАТТЕ СИМАЙМАСЬТА». «УРОНИЛ ТАРЕЛКУ И РАЗБИЛ». «Сразу выбираем первый вариант, идём дальше». «МЫ ПОСМОТРЯМ. «СИМБУНО ВАТТЕ КАБАНИ РЕМАСЬТА». «ГАЗЕТУ СЛОЖИВ УТТЕ», «ДОЛЖНО БЫТЬ ОРИМАСКО КОРИГАМИ». «ПОЛОЖИЛ В ПОРТФЕЛЬ». «ЮФУКУ УАТТЕ ХАХАНИ УКУРАРЕМАСЬТА». «Здесь ДОЖНО БЫТЬ ИСПАЧКАЛ ИЛИ ПОРВАЛ». «ПОРВАЛ ЙОВКУ ЯБУРЕТЕ». «ИЛИ ЕСЛИ ИСПАЧКАЛ, ЙОВКУ О ОГОРЕТЕ». «ЙОГОРЕРУ», «ЙОГОСУ», «ЙОГОШИТЕ». «ЙОГОРЕРУ» – это «ОНА САМА ИСПАЧКАЛАСЬ». «ХАХАНИ УКУРАРЕМАСЬТА» – «РАЗОЗЛИЛ МАМУ». «ОКУРУ РАЗОЗЛИТСА», «ОКУРАРЕРУ». «ОНА НА МЕНЯ РАЗОЗЛИЛАСЬ». «ДАЛЬШЕ». «КОНУ ДЯМУ О САМБОН НО БИН НИ ВАТТЕ КУДАСАЙ». «Здесь ДОЖНО БЫТЬ ВИДИМО ВАКЭТЕ». «РАЗДЕЛИТЕ», «РАЗЛОЖИТЕ ПО ТРЁМ БУТЫЛКАМ». «БИН БУТЫЛКИ» считаются на «ХОН», как цилиндрические предметы. «ЯПОН НИХОН САМБОН». «САМБОН НО БИН НИ В ТРЕ БУТЫЛКИ». «РАЗЛОЖИТЕ». «РАЗЛЕЙТЕ». «ЧИКОКУ». «ЧИКОКУ СУРУ». «ОПАЗДЫВАТЬ», «ЧИКОКУ» – «ОПАЗДАНИЯ». «АНО ТОКЕЙ ВА ЧЕТТО ЧИКОКУ СИТЕИМАСУ». «ЧИСЫ ОПАЗДЫВАЮТ». «Ну, всё-таки нету, СОКУ НАТТЕИМАСУ». «МАЧИ ГАЕМАСУ», «ОШИБАЮТСЯ». «ЗЮГО НИ ЧИКОКУ СИТЕ СИМИМАСУ». «Извините, что опоздал на занятия». «ПОДХОДИТ». «Не, здесь нужно «УКУРЕТЕ СИМАЙМАСУТЕ» или «МАНИАЙМАСЕН ДЕСЬТО». «Потому что ЧИКОКУ» – это всё-таки опоздать к расписанию. То есть, ну, на занятия и так далее. «РЕНРАКУ ГА ЧИКОКУ СИТЕ СИМИМАСЕН». «Извините, что я поздно связался с вами». «Тоже не подходит». «ЧИКОКУ» – «ОПАЗДАВАЮТ НА ЗАНЯТИЯ и НА РАБОТУ». Далее, секция «ГРАММАТИКА». «БУМПОУ». Ну, и потом «ЧТЕНИЕ». «Шестьдесят минут» даётся. Это всё смотрите в структуре. А мы переходим сразу к заданиям. В первом задании понятно, да, вставить падежи и разные грамматические конструкции. «ВАТАСИНУ ТИТИВА ТЮГО КУГО МО ЭЙГО ХАНАСЕМАСУ». «МО» – значит, «МО» говорит и по-китайски, и по-английски «МОЙ ПАПА». «КОРЕВА ВАТАСИГА КОМЕ ЦКУТТА ПАНДЕС». Здесь, заметьте, определение к хлебу, да, то есть фактически у нас предложение. «КОРЕВА ПАНДЕС». Да, здесь не про меня, здесь про хлеб. Это хлеб, какой, который я приготовил из риса. Соответственно, из чего? С помощью чего? «КОМЕ ЭДЕ ЦКУТТА ПАНДЕС». «ОТО КОНО КОНО КАУ ВА ТИТИОЯ ЙОРИ ХАХАОЯ НИРУ ТОЮ ХАНАСЕО КИИТА». «НИРУ» – это быть похожим. Значит, собственно, о чём у нас предложение? Здесь могло быть ещё какой-нибудь «ВАТАСИВА». Я слышал что? Слышал такой рассказ, слышал такую, ну, идею, историю, что лицо мальчиков «НИРУ» похоже по сравнению с отцами, больше, ну, скорее на матерей похожи мальчики. «ЧИТИОЯ ЙОРИ ХАХАОЯ НИ НИ РУ ТОЮ ХАНАСЕО КИИТА». А почему «НИ»? Потому что глагол «НИРУ» сопровождается падежом «НИ». «ХАХАУЯ НИ НИ ТЕИМАС» – похож на маму. «ИМОТО ВА ОСЯБЕРИ ДА». «СИЗУКА НА НО ВА СЁКУЗИ НО ТОКИ ДАКЕ ДА». «ОСЯБЕРУ» – это «болтать», причём он первого спережения, «СЯБЕРИ МАС» – исключение, да? «ОСЯБЕРИ» – болтушка, младшая сестра – болтушка. «СИЗУКА НА НО ВА» – то, когда она тихая, «СЁКУЗИ НО ТОКИ», только когда ест. Поэтому «ДАКЕ». «СЩКУЗИ КА» не можем, потому что после «СЩКУ» у нас всегда отрицание, не забывайте об этом. «ПЯТОЕ». «ТАНЗЮУ БИНИ ТАНАКСАН КАРА». «НАНИУ МРАТАН ДЭСКА». «ТАНАКСАН». Здесь должно быть «НИ» или «КАРА». Но у нас нет такого варианта, да? «УДАЙДО КЕЮ МУРАЙМАЧТА». «На день рождения от Танаки что ты получил? Что он тебе подарил?» «От Танаки наручные часы получил». Соответственно, у нас с «МУРАУ» мы можем использовать «НИ». Можем использовать «КАРА». «КАРАГА» не можем, «КАРАНИ» и то, и то не можем. «КАРАДЕ» соответственно, тоже ерунда. «КАРАВА». Так, почему? Я думаю, что это самое собрание закончится к 11.30. «МАДЕ НИ» в принципе нам нужно, да? Ну, к какому-то времени. То есть, что касается к 11.30, то есть в 11.30 можете уже и позвонить или прийти. Да, мады ни ва. Ва здесь тоже не обязательно, но уж не му точно. Поэтому мады ни ва второй вариант. Седьмое. Гакусэ. Сэнсээ, кону кутоба ва? Дую имидеска? Это нужно просто запомнить. Дую имидеска, да, что значит? Прямо вот это предложение целиком. Икону кутоба или кону канди ва. Дую имидеска? Дую, какой смысл? Что у нас есть? Дую, каким образом? Сделав как? Дословно. Доногурай, примерно сколько? Дую, собственно, какой смысл? И дую как? Ясаси, дую имидес. В ответе перевод, ну, например, ясаси, дую имидес. То есть перевод, смысл, значение вот такое. Чан. Фурукава-сан, кону дзюгёно репоуто уваримашито ка? Фурукава, хай, иссюка, какаримашито га, киноно юру. Я то уваримашито. Наречие. Был у меня материал по наречиям в группе ВКонтакте. Я то, наконец-то, дзюг-то, беспрерывно. Например, там писал все выходные. Вот это будет дзюг-то, не прерываясь, целиком все выходные. Мотто более, кит-то наверняка. Например, наверняка он сдаст экзамен. М4, или наверняка дождик будет. Кит-то. Я то, наконец-то, наконец-то дописал. У него заняло целую неделю, но, наконец-то, он дописал я то. Радуется. Поехали, покатаемся завтра. Дурайбу – это как прогулка, только на машине. Значит, я хотела бы поехать. По-любому нам нужно противопоставление. Он изменяется и дает управдание, дает объяснение, почему не может. И китай-кара – потому что могу. И китай-си – перечисление. Ну, тоже хочу, но нет противопоставления. Я хотел, и я пошел. Вот тогда, да. И китай-каре-до, или китай-дес-га, китай-каре-до. Это вот нам нужно какое-то из противопоставлений. Поэтому два. Кодому. Не, гейму-шитэ-мо-и-и? Га-гау-я, шикудай-о. Тей-дей-дей-дей. А-то дэ-не. А-то. Соответственно, сита. Сита-ато-дэ-не. Потому что переда-то, если у нас глагол, то он всегда в та форме. Ну, сита-ита нам здесь не подходит, потому что зачем нам здесь длительность? Делаешь домашку, закончишь, сделать, да? Сита-ато-дэ. Тогда и поиграем. Или тогда ты можешь поиграть. КОНО-СУИКА-ВА СУГИ-ТЕ-РЕ-ДО-КУ-НИ И-РЭ-ХАИ-РА-НАЙ. ХА-И-РА-НАЙ, да? ХА-И-РА-НАЙ, могло быть ХА-И-РЭ-НАЙ. Не влезает, в общем. Значит, СУГИ-РУ, это слишком. Этот арбуз слишком большой, не влезает в холодильник. Значит, СУГИ-РУ вешается слишком, да, на основу прилагательного. То есть, если это И-прилагательное, то это без И. О-О-КИ-СУГИ-ТЕ. Это всё нет, не на наречие, не на Т-форму. О-КИ-СУГИ-ТЕ. ЧЕЙ-СА-СУГИ-ТЕ. ЦУ-МА-РА-НА-СУГИ-ТЕ. ТАНЖОУБИ ОМЕДЕТОГОЗАИМАСУ. КОРЕ, ПРЕЗЕНТУ ДЕС. ДОУЗО. АРИГАТОГОЗАИМАСУ. ТАИСЕЦУНИ СИМАСУ. ТАИСЕЦУНИ СУРУ. ЦЕНИТЬ БЕРЕЧЬ. То есть, буду ценить, буду беречь, ТАИСЕЦУНИ ШИМАСУ. КИНОУВА ХИККОЩИ ОУ. Так, ТЕЦУДАТТЕ КУРЕТЕ. ДОМУ АРИГАТОГОЗАИМАШИТА. И ЭДОИТАСИМАСИТЕ. Значит, спасибо, что помог с переездом. Соответственно, это ТЕЦУДАТЕ КУРЕТЕ. Мы благодарим направленность действия. Нужна не потому что, или вот такое потому что ты помог. Но опять же, вот эти получаются как синонимы здесь, поэтому не нужны, не подходят, если два одинаковых варианта. ТЕЦУДАТЕ КУРЕТЕ. Спасибо за твою помощь. КИО ВАТАШИ ВАИМПЦУ ТО КЭШИГОМУ ВАСУРЕТАНОДЕ ТОНАРИНО ХИТОНИ КАШИТЕ МОРАИМАШИТА. Направленность действия. То есть, либо он мне этот, я забыл, значит, ластик и крандаш, да, и сосед мне их одолжил. Значит, либо сосед ТОНАРИНО ХИТОГА КАШИТЕ КУРЕТА, либо я от него КАШИТЕ МОРАТА. Вот. ВАТАШИ НО ХОНДА НА НИВА. Так, что тут? ХОНДА НА НИВА. КАТТА МАМА. ЙОНДЕ И НАИ МАНГА ГАТА КУСАНАРИМАСУ. КАТТА МАМА. Грамматика МАМА. Например, там зашел в обуви. КУЦО ХАИТА МАМА. Здесь КАТТА МАМА. Как купил, так и не прочитал. Значит, в этом шкафу лежат книжки, которые я купил, но так и не читал. КАТТА МАМА. Вот. То есть они пребывают в этом состоянии. Перед этой МАМАЙ либо НАЙ форма настоящего, обычного времени, да, без прошедшего, либо ТА форма. Что еще бывает? Он там ушел и не вернулся. ДЕ КАКЕТА МАМА. Да, или там ИТТА МАМА. МАДА КАЕТЕЙ МАСА. И не вернулся. Вот. То есть пребывает в этом состоянии. Соответственно, книги купил и не читаю. КАТТА МАМА. И ОНДЕ И НАЙ. Так. Далее задание. Со звездочкой. Если вы сдавали Н5, вы знаете, что нужно сделать. У нас есть слова. Нужно их раскидать в правильном порядке. Напоминаю, что в черновике прям пишем их вот сюда, чтобы вам было удобно. Не в уме там представляем, куда какое слово встанет. Пишем, черкаем смело. Поехали. Консерту НИВА МОУ МАНИАВА НАЙ ДЕСНЕ. О, мы уже не успеем на концерт. Ну, вовремя, по крайней мере. ИМА СУГУ. Что у нас есть? ТАКУШИ НИ МАНИАУКАМО СИРЕНАЙ КАРА. ТАКУШИ ДЕ НОРЕБА ИКОУ. Из этого здесь вот обязательно, если уж не совсем для вас элементарщина, обязательно перевести, что хотят сказать. Значит, если мы прям сейчас... Ну, в общем, если поедем на такси, успеем. Да, но здесь есть два такси, и нужно в них не запутаться. Могло бы в этом предложении второго такси не быть. Но в этих звездочках они часто вставляют немного лишние слова, чтобы нам потрудиться пришлось и распихать их по возможности. Значит, ИМА СУГУ ТАКУШИ НИ НОРЕБА ТАКУШИ ДЕ МАНИАУКАМО СИРЕНАЙ КАРА ИКОУ. Вот. Если прямо сейчас в такси сядем, если прямо сейчас на такси успеем, не подходим, значит, сюда. ИМА СУГУ ТАКУШИ НИ НОРЕБА ТАКУШИ ДЕ Два наш ответ. Возможно, успеем. Поэтому поехали. Значит, опять переводим обязательно. Что он предлагает? Пойдем, поедим. Ну, вообще, поедим. Ой, прости, я только что поел, потому что ЧУДО как раз нам ТОКУРО, ТОКУРО, не то, которое место, а то, которое грамматика, потому что как место, оно нам здесь никуда по контексту. ТАБЭТА поел ИМА. Значит, явно хочет сказать, что только что поел. Распихиваем. ТОКУРО, ИМА, потому что больше нам ИМА некуда запихать. ИМА ТАБЭТА ТОКУРО НАНДЕС. НАН явно лепится к ДЕС, к все эти НДЕС и ТОКУРО, это существительная охоте грамматика. ТОКУРО НАНДЕС. ТАБЭТА ТОКУРО, 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 и прочее. Значит, что у нас получается в ответе? ТОКУРО, ИМА ТАБЭТА ТОКУРО НАНДЕС. Значит, два. ТРАТАТА. И ответ. Значит, ЭЙ делает ему замечание, что завтра важные клиенты придут, ну или встреча будет с ними. ИКЕМА СЕН. Что-то нельзя. БЭЭ понимает и говорит. Хорошо. Завтра КУТСУО ХАИТЕКИМАС. Приду в новых ботинках. Одев новые ботинки, приду. Обув, надев. Ой. Значит, что-то он ему сделал замечание про ботинки. АУКА РА, поскольку встречаемся. СОННА КУТСУ ДЕ ВА ИКЕМАСЕН ЙО. СОННА КУТСУ ДЕ. Четыре наш ответ. ВА ИКЕМАСЕН ЙО. В таких ботинках, как у вас, нельзя. КЁ УА КАДЗЕГА ТРАТАТА ДЕ КАКЕЕ ТАКУНАЙ. Не хочу никуда выходить, потому что дождь. Ну и тут холодно, сильный. Ой, ветер. Холодно. Не хочу никуда. Окей. Значит. КЁ УА КАДЗЕГА. Ну, раз ветер. ЦУЁЙОЙ. СИ. САМУ СОУ ДАКАРА ДЕ КАКЕЕ ТАКУНАЙ. Значит, СИ это у нас перечисление. САМУ СОУ. Похоже, что холодно. Вот. Значит, поэтому раскидываем так. КЁ УА КАДЗЕГА. ЦУЁЙ. СИ. САМУ СОУ. Третий наш ответ. ДАКАРА. ТАНАКА. ЯМАДА САН. ТОКЮ НО ДАЙГАКУ НИКУ КОТУ. МУ ГУРЁОСИН НИ ХАНАЧИМАШИТАКА. Значит, ЯМАДА САН, вы уже поговорили. Ну, рассказали родителям о том, что поедете поступать в университет в Токио. ИЕ ДЕМУ. МУ СИРЁСИН НИ. Что-то там ЦУМОРИ ДЕСЬ. Что у нас есть ХАНТАЙ ВОЗРАЖЕНИЯ. Ну, быть против, да, учиться в Токио. СУРЮ САРЕТЕЙМУ. Значит, ИЦУМОРИ собирается. То есть, он хочет сказать, что нет, еще не рассказал. Однако, если даже они будут против, я все равно собираюсь учиться в Токио. Попробуем. МОСИ. Если РЁСИН НИ. НИ, значит, страдательный залог будет. ХАНТАЙ САРЕТЕЙМУ. Получу, ну, возражение. САРЕРУ – это страдательный АЦУРЮ. То есть, если родители будут против, РЁСИН НИ ХАНТАЙ САРЕТЕМУ. Токио ДЕ БЕНКЁ СУРЮ ЦУМОРИ ДЕСЬ. Значит, ХАНТАЙ САРЕТЕМУ. Токио ДЕ БЕНКЁ. Наш ответ третий. Так, и маленький текстик про ПОЧИ. Это уже, в принципе, чтение, но еще идет как грамматика. И что-то очень долго у нас получилось. Поэтому ридинг, парт, да, чтение я в этом видео разбирать не буду. Если вам хочется разбор чтения, напишите в комментарии. Я сделаю отдельное видео прямо по чтению. Разберем. А пока обойдемся словами и лексикой, и иероглифами. Потому что если вы это все знаете, то с чтением у вас проблемы не будет. Ну, если надо, разберу, пишите. Итак, текстик вот этот сейчас только разберем и закончим. Предложение, текст, в общем, внизу, это сочинение про семью. Рин Мэй пишет его. ПОЧИ – это типичное имя для собачки, то есть речь о собачке. И нужно будет вставить подходящие грамматические конструкции. При подготовке, прежде чем смотреть в ответ, думайте сами, какая конструкция здесь подходит. Вам потом это поможет. Ну, хотя бы смысл, да, поэтому или однако, или что. У меня дома живет собака по имени ПОЧИ. Значит, папа ее месяц назад получил. В общем, то есть папе подарили, видимо. Мы ПОЧИ внутри дома. Ну, что тут будет? Содержим. Да, содержим. Напоминаю, другой иероглиф, не тот, что покупать, а там ключ еда. Это содержать, про зверей, то есть содержать животное. ИНУГО КАТЕЙМАС. Значит, нам подходит КАТЕЙМАС. КАУДЕСЁО – это про покупку что-то. Явно нам не подходит вопросительно. И прошедшее нет. КАТЕЙМАС. Значит, дома мы ее содержим. ПОЧИ ГАСКИ НА ТОКУРОВА ТЕРИБИ НО МАЭНУ СОФА ДЕС. Любимое место. ПОЧИ – это диван перед телевизором. ПОЧИ ВАТО ТЕМУ КАВАИЙНО ДЕСГА. НАНДЕМО КАМУ НО ДЕСКО СИКО МАТЕЙМАС. ПОЧИ очень милая, но КАМУ ГРЫЗЬ КУСАТЬ. Но кусает все, что все жует, все кусает. И поэтому мы немного затрудняемся. Но это нам здесь для грамматики не важно. СЭНСЮЯ ХОНТО НИ КУМАРИМАСЬТА. На прошлой неделе действительно была проблема. ПОЧИ ГАСКИ ЧИЧИ НО КЕЙТАЙ ДЕНВА О ТРАТА ТАКА РАДЕС. Значит, ПАПИН КЕЙТАЙ ДЕНВА – мобильный телефон. Потому что она, что, КАНДЕ СИМАТТА, НАВЕРНО? А, она его не просто ПОКУСАЛА, она его РАЗБИЛА. Значит, КУВАСТЕ СИМАТТА. КУВАСУ – ломать, разрушать. КУВАСТЕ СИМАТТА КАРА ДЕС. ШИМАУ – расстраиваемся мы, да, безвозвратно она его погрызла. Поэтому КУВАСТЕ СИМАТТА. ВАТА СИВА КЁУДАЙ ГАИНАИ НОДЕ ДЗУТТУ СИБИШКАТТА ДЕС. Помните, ДЗУТТУ БЕСПРЕРЫВНО сегодня было? Значит, у меня нету братьев и сестер, поэтому мне всегда было, ну, с рождения и до момента ПОЧИ появления, да, всегда была одинокость. ШКАСИ ПОЧИО КАТТЕ КАРАВА. Однако с тех пор, как у нас появилась ПОЧИ, что ему стало не скучно, да, не одиноко. САБИСИ КУ НАРИМАС не подходит, САБИСИ КУ НАРИМАС, что стало одиноко, не подходит. НАРУ КАМОСИ РЕМАСЕН – это, возможно, станет одиноко в будущем. Нет, значит, САБИСИ КУ НАКУ НАТТА СОУДЕС. Вот. НАКУ НАТТА. Да, то есть САБИСИ КУ НАЙ стало не одиноко, НАТТА. Стало не одиноко. Ну, СОУДЕС, говорят, похоже, что. Так, ВАТАСИ ТАЧИ ВА ИТСУ МО И СОУДЕС. Мы всегда вместе. ПОЧИ ВАТАСИ ГАУЧИО ДЕРУ ТОКИ ИТСУ МО ГЕНКА АМАДЕ ДЕТЕКИМАС. Когда я выхожу из дома, она всегда бежит, ну, в коридор. До выхода меня провожает. И что-то там. ГЕНКИ ГА НАЙ ТОКИ УА. А когда мне не здоровится. СОБА НИ КИТЕ КУ РЕЙМАС. Она со мной рядышком тоже. Соответственно, здесь будет какое-нибудь, там, СОЧИ ТЕ СОРЫ НИ. Перечисляем достоинства ПОЧИ. Как она нас радует. СОРЫ НИ ТАТО ЭБА. Например, ДАКАРА. Поэтому СОРЫ НА РА. Если так, соответственно, СОРЫ НИ. И последнее. ПОЧИ. ПОЧИ – это наш важный член семьи. Соответственно, просто ЛА. ГА здесь не нужно. Это все странно. Поэтому ПОЧИ. Вывод он сделал. ПОЧИ – наш член семьи. Значит, вот она, секция чтения. Но это будет еще очень долго. Поэтому только если вам это полезно, вам это нужно, напишите и разберем чтение тоже. До свидания. Успеха на экзамене. Продолжение следует.